Футболисты Шерифа в одиннадцатый раз завоевали Кубок Молдавии. Команда оформила золотой дубль. Неделю назад футболистам вручили золотые медали чемпионата. В финале Кубка он прошел на новом стадионе в Неспаренах, где распольчане обыграли Святой Георгий. Матч получился с интригой и борьбой до последних секунд. Юрий Заяц с подробностями. На лице дома Трауре слезы. Ему после финального свистка капитан Дуланте отдал свою повязку, чтобы Кубок вручили Трауре. Для него это последний матч в футболке Шерифа. Для Трауре, впрочем, как и для всех остальных игроков команды, было важно завершить самый успешный сезон Шерифа еще одним трофеем. Кубок терраспольчанам достался в очень тяжелом матче. Играли в Неспаренах, на трибунах Аншлаг, 4000 болельщиков. Такая посещаемость в молдавском футболе редкость. На матч приехало очень много болельщиков из Кишинева, из Террасполя, но очень много местных жителей. Городок небольшой, чуть больше 10 тысяч, но видно, что сегодня здесь особенная атмосфера. Сейчас в Неспарене они имеют команды, и им интересно. Хотят смотреть футбол. Когда столько людей было в центре Неспарене? Никогда не было. В Неспарене есть давняя традиция по футболу, еще с советских времен. Это был самый большой стадион, построенный на колхозные средства. Теперь, как бы возобновили традиции, теперь этот стадион один из самых больших. Не зря сегодня происходит вот этот матч. Соперник Шерифа по финалу Кубка Молдавии – Святой Георгий Суручен. Географический стадион в Сурученах ближе к Неспаренам и Кишиневу, чем к Террасполю. Но многие на трибунах болели за Шериф. После Лиги Чемпионов у нашей команды стало гораздо больше болельщиков. Мы приехали из Голландии специально на этот матч. Все-таки это финал. Мы любим футбол, здесь отличная атмосфера. Мы уже хорошо знаем Шериф, познакомились с этой командой в Лиге Чемпионов. Это футбольный символ Молдовы. Кубковые игры особенные. Каждая ошибка может стать роковой, тем более в финале. Команды очень аккуратно играли в обороне, и моментов было немного. А вот борьбы и грубости хватало. 90 минут прошли без голов. Судья добавил к ним еще пять. И вот на последних секундах Регги Лужке не сильно, но очень точно пробил в девятку. Я очень счастлив, что сделал такое важное дело. Забил гол и помог своей команде. Мы сражались до конца и смогли забить. После гола судья добавил еще минуту, и Святой Георгий был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Но мяч пролетел рядом со штангой. Время вышло, Шериф победил. Мы атаковали, атаковали и не могли забить. Но в футболе так бывает, что один удар все решает. Я посвящаю эту победу своей семье и семье Шерифа. И теперь каникулы. Я сделал один или два сейва за игру. Очень важно было не пропустить, и в то же время нужно было забить. У нас это получилось, и мы счастливы. После церемонии награждения в раздевалке Шерифа футболисты взрывали хлопушки, обливались шампанским и танцевали вокруг трофея. На стадионе в этот момент ниспаренские дети выстроились в очередь за автографами. Их раздавали Бадалой и Анкудинов. Данил расписался на своих щитках и подарил их. Но желающих получить артефакты от футболистов было очень много. И нападающему пришлось отдать на пульсники, снять бутсы и отдать свои гетры. Данил, ты не боишься, что тебя полностью разделили? Я уже боюсь, я поэтому начинаю уже по чем-то ходить. После победы в финале Кубка футболисты отправились в отпуск. В середине июня Шериф узнает соперника в Лиге чемпионов и начнет готовиться к новому сезону. Юрий Зайц, Владимир Погоня, ТСВ.